Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, а у нас тут мор. Вот сижу, копаюсь в мыслях о Артемии Бураха. Думаю, чем нам сейчас заняться, что нам делать, и почему, чёрт возьми, всё это происходит? Ну, главная мысль, которая застряла у Артемии, нужно увидеться с тем, кто помнит и знает меня, кто поверит мне без доказательств, кто готов за меня поручиться. Так вот, встречался я уже с Рыжим Григорием Филиным, иначе гриф вечно подбивал на шальные выходки. Вот в этом направлении он и пошёл развиваться, потому что стал чуть ли не царьком воровского мира, да? И, ну, кстати, крови не хотел и не хочет. И просил он меня, что одного из молочников грифа продрявили. Нужно проверить, что у него там в брюхе. Скальпель только с собой не забыть. Ну, скальпель у меня есть, правда, он ржавый, но я думаю, ничего страшного, сойдёт. В умелых руках справимся. Так вот, я хочу направиться к Ларе Аравель, живёт у реки в доме под названием Приют. Мы с ней крепко дружили в детстве, у неё я смогу хотя бы уторить голод и выспаться. И поэтому я думаю, что отсюда, с этих складов я направлюсь к Ларе, но по пути загляну к грифу. И ещё мне хочется посмотреть. Когда я сюда бежал, здесь был лодочник, и он, я думаю, что здесь и находится. В принципе, он может меня перевезти. Это сократит мой путь. Но всё-таки, я думаю, будет полезно прогуляться и познакомиться с местными, ну, с местными жителями, там, я даже не знаю, красотами, местными урнами, мусорками. Это тоже же интересно, пока варятся там. Блин, надо отсюда выходить, потому что всё здесь гавкает, мурлыкает. Дети. Кстати, дети-дети, у них же можно вот меняться. Я в прошлый раз, когда закончил записываться, посмотрел, что у иголка здесь, которая служит для вскрытия замочков. А я, наверное, этим буду заниматься, а не только лечением. А... И здесь иголочка. У неё четыре, а у него три. Как так, девчонка? Одинаковые иголочки, вы что? Что, я думаю, иголочки я возьму, только вот как бы под расчёт у меня не получится. А может и пульку добавить, а? Ладно, чуть-чуть не выгодный обмен, но всё равно. Всё равно выгоднее, чем у тебя. Ладно, всё, разговаривать ни с кем и ни о чем. Побежал я тогда. Побежал, потому что... Потому что время дорого, а стоять мне на месте... Все бегают, смотри, все бегают кругом. Там бегают, и я здесь бегаю. Ну, надо, знаешь, так бежать и нос везде совать свой. Правильно же бегу? Правильно. Только знаешь что? Я хочу посмотреть. Я голодный. Я уставший. Очень сильно. Голодный. Дети меня молоком угостили. Густой, тёплый, утоляет и голод, и жажду, напоминает о детстве. Я думаю, что сейчас самое время вспомнить о детстве. И я использую это молоко на себе. Смотри, жажда почти. Кстати, не так уж и много это всё утоляет. Изюм. Может попробовать? Вчера сущная ягода, сегодня мелкая сладость. Почти не утоляет, да? Может, она тогда нужна для создания чего-нибудь. Изюмного какого-нибудь пирога. Не знаю. Или ещё чего-нибудь. Может, я это тоже буду делать. Какие-нибудь настойки, изюмовый раствор. Кто это рычал? Давай поговорим. С тобой Топила. Топила. Это ты, это ты паромчик, что ли? Под именем Топила. На тебя идёт охота. Тебе понадобится оружие. Да ты что? Ну, пожалуй, не помешало бы, конечно. На кровавый путь меня хотите толкнуть. Тебя, пожалуй, толканёшь. Послушай, мы уважали старого Бураха. Ты единственный, кто сможет его заменить. Мы не хотим, чтобы теперь убили ещё и тебя. Ну, тогда дай мне просто... Пистолет. И что же ты предлагаешь? Так сложилось, что огнестрельного оружия у нас не водится. Мирный город. Да, я уж и вижу, какой он мирный. Однако так вышло, что у меня есть револьвер. Да? Давай. Я не могу тебе его отдать просто так. Да ладно, но продам за справедливую цену. Почему не можешь отдать? Почему? Я так, конечно. Я работаю на засолке. Заводы сегодня остановили. Мы опасаемся, что это начало большой беды. Большой Влад жесток. Рабочих своих не жалеет. Если я потеряю работу, нашу семью ждут тяжёлые времена. Ты меня понимаешь. В общем, деньги нужны, да? Нужны деньги. Так бы сразу и сказал. Мне тоже они нужны. Я тебе понимаю. Сколько хочешь за револьвер? Три тысячи? Много. Много? Шутишь, что ли? У меня таких денег нет. Я смогу подождать два дня. Не успеешь? Продам другому. Уже не суди. Я в нужде. Что-то денег. Тебе их будет несложно добыть. Во-первых, от Исидора наверняка осталось наследство. А ты чужих денег не считай. Откуда ты знаешь, какое наследство осталось? Понимаю. Тебе тяжело об этом сейчас, но дело есть дело. Наследство, наследство, чьё мне будет непросто его получить. Вот именно. Не буду об этом, но наследство надеялся я тут найти оживого отца. Во-вторых, Исидор норовенька учил тебя отличать и слышать лекарственные травы. Чё-то как-то он меня плохо, наверное, научил, потому что... Или я забыл совсем. Если умеешь их слышать, искать, то ты знаешь, что сейчас сезон. В разбитом сердце скупчики платят отличную цену. В разбитом сердце. Надо записать, что ли. Я не знаю. В разбитом сердце. Где это разбитое сердце? У меня разбитое сердце. От всего того, что происходит. На всякий случай. Запишу. Револьвертос. Собой, а ну покажи. Собой, да? Шестизарядный. Армейский. Бьет не очень далеко, правда, да? И не очень точно. За две. За две я возьму. Так, на карте, наверное, ну да, место. А этот не отразился, как его там разбитое сердце? Женщина. Вы чего так? Вы чего так? Ну вот я и вернулась к тебе. Дождалась тебя, Бурак. Примешь ли меня теперь? Мы, я не знаю. Мы, по-моему, вы ошиблись. Кто ты? Я тебя не знаю. Неужели не помнишь меня, Халбон? Я вот тебя не забыла и слова твои помню хорошо. Теперь ты готов принять меня? Ты травяная невеста? Какие у нас могут быть отношения вообще, ты понимаешь? Ты травяная невеста, а я человек, специалист, хирург. Тут, наверное, уживается просто несколько, несколько национальностей, что ли, да? Травяная невеста. Руки-то у тебя какие тяжелые. Тише, пока не касайся меня. А то еще платье порвешь. Ага. А Бурак сразу же, да? Руки. Разрывы сами должны появляться, чтобы ткань только во время там сорвалась. Так же, как земля от роста травы раскрывается. Ну, это что-то оединение природы, да, с природой. Наверное, вот это какие-то там жители, которые живут там где-то в степях. Я тебя не трогаю. Не трогаю. Так что же, берешь меня? Будем теперь неразлучны. А мы что, любили друг друга? Ладно, подожду, пока вспомнишь меня. Скоро встретимся снова. Сама тебя найду. Ты уж меня вспоминай пока, Халбон. Сагнедехе, вспомни, чтобы беды не случилось. Ну, кто такой Сагнедехе? Ну, что я его вспомню? Я даже не знаю, кто это такой. А ты красивая, вот что я скажу. Да ты что-то, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И пошла. И пошла куда-то в степь. Ладно. Я вот что хотел с тобой лупасик-то поговорить. Перевозчик. Мы верим, что ты не убивал нашего патриарха. Мы будем перевозить тебя пожилки и глотки притоками Гархона нашей Доброй реки. Но все равно перевозка только за ногти, иначе нельзя. Да ты что, лупастик. А почему? Нельзя. Гархон Добрая река. Но вода из Гархона не для людей. Пить из Гархона нельзя. Заходить в реку тоже не стоит. Мы идем по кромке, это страшно. Поэтому нам нужны ногти, чтобы всегда можно было вернуться обратно. Ладно. Хорошо буду приходить с ногтями, да? Кстати, давай посмотрим. То есть, я могу и сюда сейчас по-быстрому, да? Я могу даже и сюда по-быстрому. Неплохо. Но я бы хотел все-таки просто пройтись. Я бы хотел пройтись. Может, это, конечно, и зря. Ну, если я почувствую, что зря, я обязательно к тебе вернусь. Так, подожди. Здесь ничего, здесь ничего. Может быть, я даже это все смотрел. Здесь. Гуляка. Братья мои во хмелю. Вот ведь этот человек не такой, как вы, поэтому стоит на ногах. Он и медвежит, и голову высоко держит. Потому гордость имеет. А смелюсь я, господин, обратиться к вам с разговором приличным. Ну. Пьяный, что ли? Природа летует. Отчего терпеть приходится? Горло бы, говорю, горло осмочить-то. Так вот, все бы я дал за глоток родниковой водички. Ну, напейся из реки. Хотя, Анна же только мне сказал, нельзя там. Кабак. Это так. С водой у вас плохо. Меняться. Меняться хочет. А, смотри, на воду меняется, да? Детишки любят меняться на всякие там безделушки. Стекляшки, камешки. А он любит на воду. Да, бывают такие времена, все бы отдал за глоток воды. Все просто. Жгут. Троечка. Водичка. Один. Будто бутылка стоит только три. Давайте. Нет. Так и нечестный обмен. Эх, ладно. Ну, жгут, наверное, мне по-любому пригодится. Принять. А эти бродяги? У этого бинт. Четыре. Останавливает кровь, а значит останавливает смерть, прибавляя сил. Ну, даже нечем. А у тебя что? А у тебя жгут. Ну, не прогадал я? Нет, в принципе, то же самое. Бинт четыре. Зеленоглазый ты наш. Гля, она ходит и ходит за мной. Ходит и ходит. Да не помню я тебя. Не помню. Не было у нас ничего. Все в рот. Набрать воды. Долить жажду. Посмотреть в мусорку. Так, ну что ж. Мы идем вот сюда. Как пойдем, правда. А есть какой-нибудь короткий путь? Здесь вот я вижу, что мы не пройдем. Да, вот здесь какой-то камень. Я хотел было бы над речкой пойти, что ли. Что-то такие мысли были. Ну, наверное, вот так и пойдем. Ну, так и пойдем, и пойдем. По мусоркам каким-нибудь. Здесь вас ненавидят. Да меня кругом ненавидят. Все закрыли. Как услышали, что приехал Артемий Бурак. Все сразу позакрывали, да? Даже не знаю. Сколько время? 14.48. Ну, вроде бы как бы и немного. Вроде как бы и много прошло времени. Хочется просто мусорка. Мусорка, мусорка. О, вот. Тень. Я устал. Очень-очень устал. Нет, не так. Я смертельно устал. Что это значит? Это значит, что надо поспать, да? Поспать-то мне. Скоро, но мы нигде. В дома стучи не стучи не пускают. И вообще у меня неприятное чувство, что вернулся я в родной город. А тут меня любят меньше, чем я заслуживаю. У меня такое ощущение, это вот как души, не души умерших. Вот что-то такое похоже. Только они совсем здесь по-другому. Просто вот так вернулись и бродят туда-сюда. Может, какие-нибудь, я не знаю, души такие, которые чем-то плохим отличились. А ночлежка есть? Может и есть, но ты же не сброд. Ты герой у нас. Да, тебя туда вряд ли пустят. Отмычку. Не говори про отмычки. Значит, на том свете я тосплюсь. Шел бы ты, Бурак, домой. Там это спишься. А если вдруг по пути ненароком увидишь кровать, даже не сомневайся, пользуйся этой возможностью. Сладкий снов тебе, неутомимый искатель несчастных на свою голову. Спасибо. Спасибо. Так что-то появилось. Если я не найду дом, где позволят уснуть, я свалюсь. Ну, это, это я похожа на... Подожди. Пригач, что ты достаешь? Господи, Бурак, что ты взялся за... Да убери кулаки. Может, вот этот дом, где можно поспать? Обыскать? Смотри, обыскать. Да, обыскал, только ничего нет. Постучать. Но нет. Смотри. Я не думаю, что они меня... Он, кстати, говорил, иди домой. Может, домой пойти? Там какая-то драка. Уже все разошлись. Но дом, он... Он заперт. Заперт. Нет моего отца больше. Некому мне идти. Боже мой. Подожди, подожди. Ты чего? Что за человек? Ты что сейчас учил? Ты какого черта ко мне пристал, а? Что я тебе сделал? На, получи. Вух. На, в один глаз. На, в второй глаз. На, в третий глаз. Блин, ничего себе. Может скалипель достать, а? Я же все-таки хирург. Тихо, тихо, тихо. Он меня может... Он меня может добить. О, крепко досталось. На. Блин, жизнь уходит. Жизнь уходит. Вот это был удар. Это ты зря. Это ты меня только разозлил. Тихо, тихо, тихо. Руки убрал. Убрал. Сам убрал руки. Черт, я его, по-моему, убил. Может его вскрыть? Блин, моя жизнь еле теплится. Чего-то я так не научился драться. Хорошо, что жгут купил. Да, дела. А жизни-то и нет. Они узнают. Но я-то не виноват. Тут что-то происходит. Мне не очень... Они что, взяли и убили? Или кто-то это сделал? Вот, наконец, благородный зритель. Такой, который поймет, оценит мое представление, потому что я покажу вам голодную смерть. Ха-ха-ха. Отставить. Лучше скажи, что у тебя есть хоть сухарь. Сухарь, извольте. Ну, как угодно. Сам попросил сухарь. Вот сухарь. А только надолго его не хватит. Пройдет полчаса, и начнется мое представление. Голодная смерть. Почтенейшая публика. Только сегодня и прямо сейчас. Ничего, найду еще одного клоуна. Ошибаешься. Лучше по улицам ищешь дураков. Чтобы обменяли тебе еду за помоечный мусор. Или забирайся в дома, где живут такие простаки, что вас не заметят, как ты рожешься в буфетах. А это мысль. Смотри, не обманул сухарь и дал. В общем, игра, я так понимаю, учит нас, да? Еду можно купить в лавке, или выменять прохожих, или обменяться на щ... Или обменяться. С тобой можно меняться? Обмена не будет. Понятно. Не доверяют нам. Не доверяют. Но я почти дошел, господи. А сюда... А подожди, дай я посмотрю. Обыскать. Ничего. Пуговица. Нормально. Детишкам пойдет. Они мне что-то за это дадут. А здесь ничего нет. А здесь все уже... А здесь? А здесь крючки. Ну, а сюда, естественно, меня никто не пустит. Меня здесь никто не ждет. Боже мой. Как же меня все-таки побил этот говнюк. Ножницы. Блин. Что теперь делать? Надо как-то драться так, чтобы не проиграть. Блин, у меня жизни просто нет. Блин, пропустил. Пропустил, пропустил. Вот сволочка. Гад. Ну, получи, собака. Ну, получи еще разочек. На. Да дерусь, дерусь. На, потвой... Че он меня забил, что ли? Че будет? Ты чего захрипел-то, зубастенький? Алло. Ты мне тут не сдох. Не удастся тут своим ходом убирать теплида. Че, без собздания был? Был бы с устатку, может. Или не жрал давно. А что еще пить может дать? Только за водичку заплатишь. С водой тут плохо. Хлеба дайте. На свое дело тебе уложил, чтоб перетащить. А ты кровянил. Одеяло теперь с тебя слышишь? Шерстяное, чтобы хорошее. Еще за то, что живой оделся, проставишь. Что со мной было? Видим, зажмурился касатик. Сели зубы выдергивать от живой. А таточка говорит. Не разбирайте его, шакалы. Это ж гриф, а дружок, закадычный с малолетства. Похвалил нас гриф-то, что узнали тебя. Иди к нему покручайте. Вот он сидит. Ну, благодарствуйте. Одеяло с тебя, слышишь? И магарыш за спасение. С грифа спросите. Черт. Так, дайте мне посмотреть, что у меня тут. Вещи на месте. Время. 15.44. Вот это меня делали. Вот это меня делали. Сегодня подручные грифы готовы вытащить меня из беды. Приветствия ради. Завтра такого уже не будет. Воровское радушие живет недолго. Слушай, блин. Черт побери. Но главное, что... Главное, что ничего не пропало. И я снова здесь. Я снова здесь. И я знаю, что теперь буду делать. Гнездо грифа. Я все-таки к лодочнику побежал. Я все-таки побежал к лодочнику, потому что я... Не доберусь. А... А мне кажется, так я не пройду. Нет, я так, наверное, не пройду. Ну да, вон он стоит, но я туда не дойду. Черт, как же быть-то? Ну как быть? Проход. Отделась побыстрее, конечно, но... Получится. Да, отделали меня. Ну это, видишь, как бы не убили. Просто побили немножко. Без сознания. Зато все на месте вроде бы. Ну вроде бы да. Вроде бы да. Может, ну его? Давай, я согласен на лодочке поплыть. Взять лодку. Вот сюда я бы хотел. Блин. Больше нету таких монеток. Больше нету. Так, где-то здесь... Где-то здесь этот дом. Похоже, вот он. Не то, что где-то здесь. Он прям вот здесь. Время сколько? Четыре часа. Четыре часа. Ну и где искать это гнездышко? Вскрыть замок. Упля. А никто ничего. Точно. Правая, левая. Так, ну я так думаю, что на красных отметинах, да, они должны... Да, замок скрыт. Оп-ля, сразу сюда. Оп-ля, иголочка. Ух ты, курут. Сухой кисломолочный продукт, вроде творога, соленый. Иголочка, арахис, шарики, деньги. Мало денег. Пусто. Мало денег. Мне надо три тысячи, мне надо револьвер. Кровать. Можно поспать, правильно же? Черт, не можно. Может, она не по размеру мне обыскать? Ага. Наверное, не по размеру. Так, интересно. Мне вот это вот делом заниматься нравится. Так, стоп. Вскрыть замок. Давай вскроем еще один. Да, Артемий Барах вернулся в город. Местные воришки, это ничто. Открыть. Кровать. Смотри, ну здесь-то можно поспать? Нет. Почему? Иголочка. Иголочка, кстати, попалась тоже. Деньги. Отлично. Блин, тороплюсь. Вот не люблю торопиться. Люблю просто вот спокойно ходить и смотреть. Здесь приходится торопиться, бегать вот это вот, сломя голову. Красное, смотри. Ну да, точно. Вот они. Одному совсем плохо оперировать. Ему требуется операция. Обыскать. Обыщем. О, иголочкой вскроем. Бинт. О, замечательно. Замечательно. Бинта нам нужен. А здесь и здесь можно, и здесь даже можно. Никто же не против? Иголочка. Тверин. Настолько на травах, если ее выпить, откроется то, что обычно не замечаешь. Неплохо. Откроется то, что не замечаешь. Я вообще ничего не замечаю. А, слушай, может быть, может быть, может быть, как раз и откроется возможность искать эти травы. Жук, смотри, шарики, монетки. Это другое или нет? Это другое. Монетки. Ну все, ребят, я пошел. Эээ, что ты хочешь? Ты кто? Кукиш. Кукиш со мной разговаривает. Конь в пальто кто? Доктор. Радогриф, а что с ним? Кореша нашего порезали. В боку ему вон заточку обломили. Кореша нашего порезали, да? Видишь, крови сколько. Дышит пока. Вода у вас есть? Нет воды. Ты главное это, вначале спирт вы ему дай спирт или порошков таких. Обезболить что бы. А то он нервный у нас дерган и вырываться будет. Порошков, ты поучи мне еще. Да. У тебя реза-то есть чем? Она глубоко его. Мы ножом поковыряли, уже не достает. Тут этот скальпель нужен, вот что. Иначе никак. Я смотрю во мастера ножами ковырять. Говори сами эту кашу. Идиоты, есть у меня скальпель. Сами эту кашу заварили? Какое мы доброе дело делали. Кто Бураха старого убил? Известно. Шабнак. Так мы же ее нашли, людоедку, хреном. А тут набежало отродье степнящего. Стали орать, что мол, она не Шабнак, а человек. Ну и уходили нас. Десятером мочили косоглазы. Это в общем степные люди, на них и вот такая вот заварушка получилась. Сейчас начнется война между ними. Сейчас начнется, наверное, просто война. Кто-то убил и спровоцировал все это дело. А может быть, не знаю. Так вы, значит, женщину убили? За Бураха, понимаешь, мы поквитались. Вон он, ягода, ее и поймал. Да ты чего с деньгами досверкаешь? Ты режь его давай. Хрипит уже, слышишь? Делай, чего тебе Гриф велел доктору. Гриф сказал вырезать лишнее. Чего такое? Подручные Грифа выявили Шабнак, проверяя попавшихся женщин огнем. За это ягода и получил заточенную закуску. Закуску. Блин, ну, не знаю. Вроде бы, как бы, ладно, прооперирую. Чего это такое? Скальпель ржавый взять кровь? Зачем? Не знаю. Взять... А зачем мне его кровь нужна? Мне вода нужна, а кровь его зачем? Взять кровь. А это что? Вероятность повредить орган низкая. Вероятность органа средняя. Это его раны, наверное, да? Четыре раны нанесли, да? Давай вот с низкой начнем. Что это? Отмычка, что ли? Взять кровь. Ну, давай возьмем кровь. Зачем она, наверное, нежная? Кровь не идет. А так, может, он уже здоров? Гляди, вроде ровнее задышал. Почему такой осколок? Что это за штука? Отмычка, по-моему. Вот и видно, что ты не съешь. Необычный у нас такой. Ножей мы не вдержим. Примета считается такая злая. Нож в хозяйстве, вещь аккуратная. А такие вот зверюги, кто не в жизнь, не в смерть, не верит, людей протыкает. Ну, те уж такое. Одноразовое берут. Ткнул, сломалось. Обычай такой. Обычай не такой, чтобы заточки в теле ломать. Обычай в том, чтобы тело не резать. Подожди. Опять у меня что-то выпало. Опять у меня что-то выпало. Опять у меня что-то не вмещается. Как-то нужно, что ли, тут навести порядок. Может быть, съесть что-нибудь, а? Может быть, давай вот эту вот копченую рыбешку я съем. Нормально, да? Теперь водой запьюсь. Запьюсь. Блин, бутылка появилась. Зачем я... Давай, это может быть как-нибудь так. Навести небольшой порядок. Да можно и сухарь съесть. Хотя, подожди. Вот так должно же места хватить, правильно? Обыскать. А, ну это как оружие, наверное, были, да? Я так думаю. Ну да. Кстати, пускай оно и будет. Слушай, а больше вы ничего не хотите, да? Тогда я... Тогда я, наверное... Я спас его или нет? Только не говори, что ты все видел, а? Похоже, этот дом заброшен. И что с того? У тебя точно всего хватает для жизни. Ага. Мне не хватает ни еды, ни воды. Я не призываю тебя вести себя так же, как эти двое. Но ты в нужде. Все, что тебе пригодится для выживания, можно найти в этих самых домах. И даже если у тебя вещи в этом доме объявятся хозяева, грабители тут уже побывали. Так что ты предлагаешь мне обнести этот дом? Именно так. На карте сейчас стоит твоя жизнь, а вещи это всего лишь вещи. К тому же у тебя еще будет возможность оказать жителям этого города большую услугу, ты же врач. Стало быть, ты мой внутренний голос. Это точно не голос совести. Нет, ну звучит разумно. Звучит разумно. Все нужное для выживания отыщется в чем-нибудь доме. Было бы чем вскрыть замок и заткнуть совесть. В общем, мне нужны отмычки, мне нужны иголки. Я человек слова сказал, значит сделаю. Операция проведена, заточка вырезана. А, ну значит это все сделано. Единственное, что мне нужно, наверное... Ну что-то не хватает чего-то, но может быть это нужно к ГГРФу? Или я не знаю вообще, надо ли это. Я вот что хочу. Этот дом заброшен. Заброшен. Я сейчас... Ну, кстати... О, она... Она ломается отмычка, я понял. Эх, чем труднее замок, тем... Вот что. Угу. Вот как это работает, я понял. Больше ничего нет. Слушай, я думал... Нет, здесь будет очень много всего интересного. Но оказывается, на самом деле, не так уж и много. Сухарит, тверин, иголка. Здесь ничего нет. Ну что ж, вскрыть почему бы и нет. Блин, это будет плохо. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас отмычка сломается. Быстрей-быстрей-быстрей-быстрей-быстрей-быстрей. Эй, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну хотя бы один замочек вскрыт. Ну это, наверное, последний. Никого же нет? Дом заброшен, никого нет. А у меня уже... Грецкие орехи. У меня уже все забито. Пустая бутылка. Кстати, я же могу это все, например... Да, я могу это положить на... Ну, на хранение, да? Получается, да. Получается, да, мелок. Нагреб всего. Ну, место какое-нибудь найти. Знаешь, такое, где можно было бы это все... Одна монетка всего лишь, ну вы даете. Почему на кроватях нельзя спать? Так, ладно. Я так понимаю, что... Скрывать мне уже... Наверное, не придется. А, у меня еще есть, что ли? Блин, ну тогда я здесь задержусь. Замок вскрыт. Боже мой, какая страшная зеномия-то. У меня места нет. Тряпичная маска. Возьмем. Слушай, подожди. Может, пора уже отчаливать отсюда? Время-то сколько? 17.32. 17.32. А мне надо подумать о том, где мне выспаться. Я вот этот последний дом, наверное, смотрю, копченое мясо забираю, иголку забираю и дергаю туда, где можно поспать. Иначе я просто умру. А именно это вот сюда. И дорога-то не близкая. Нифига себе, у меня и монеток нет. Да еще попробуй дойди, потому что у меня сейчас там кто-нибудь опять придерется, начнет биться, драться. Все, наверное, больше никуда нет. Надо посмотреть, подумать. Здесь мост. По мосту я могу пробежаться, да? По мосту могу пробежаться. Точно мост? Нет, точно мост, но он где-то вот здесь. Урна. Пустые бутылки. Тень стоит. Здесь ненавидят, все меня буквально ненавидят. Я умираю от жажды. И это я. Так выпей водички. Нет у меня водички, сам видишь. Я в полном отчаянии, что делать не веду. Прямо как я. Так я же тебе и играю, дурак. Спасите, помогите мне кто-нибудь, я же умираю от жажды. И плохо меня изображаешь, да? А по виду не скажешь. Если такое рассудительное, то ответь на вопрос, что сейчас будет? Не знаю. Умрешь сейчас, вот что будет. Вода кругом, ямку тебе, дураку, не выкопать. Так напейся из бочек. Не нравятся бочки? Так вот колонки. Налить никуда? Так вот бутылки. Спасибо, спасибо. Бутылку дал мне. В общем, они меня учат, они меня учат. Что мне делать-то, да? Блин, мне надо добежать как-то. Мне надо добежать. А здесь можно по берегу? Не можно, потому что здесь все. Так, мне как-то надо вот так свернуть. Так, выбежать. Вот сюда. Давай выпей чего-нибудь, а? Я не хочу встречаться с людьми. А вообще не хочу встречаться. Мне... Так, вот сюда. Здесь я никак не пройду. Ну, может быть... Мальчишка, ты будешь меняться на что-нибудь? Мыло. Я не знаю, зачем мыло. Слушай, там их много. Здесь я опять же не пройду. Мне опять же нужно только сюда, да? Там стоит эта тень. Может быть, подойди к нему? Поговорить. Это ваши деньги? Мне показалось, что вы обронили в спешке. Зачем мне деньги? Все равно ничего купить на них не могу. Да нынче не самый удачный день для торговли. Подозрительные чужаки вне закона. Впрочем, на складах есть одна лавочка, где скупают краденое. Там продают кому угодно и что угодно, так что зря вот так про деньги. Еще пригодятся. На складах есть лавка. Такую лавочку мне и нужно. Ты показал мне на карте место. Вот здесь, оказывается. Здесь можно торговать при любой репутации. Замечательно. Замечательно. Здесь можно торговать при любой репутации. Так, ну а еще ты мне монетку бы подкинул какую-нибудь, а? Меняться будем? Вот, смотри, ноготь. Яйцо. Морфий. Я бы выменял 6, да? 6. Что тебе дать, детка? На шарик тебе. На тебе шарик. Может и морфий мне нужен-то? Я бы подумал на самом деле о еде. Потому что мне нужна еда. Я хотел бы потратить, но я думаю, может я все-таки смогу пробежать. Что-то мне, конечно, слабо верится, что я смогу пробежать, но мне вот не нравятся эти люди, которые ходят. Я понял, что нужно их опасаться. Я это понял слишком поздно. Когда мне набили уже рожу. Он не бежит сюда за мной, нет? Так, а здесь давай я посмотрю. Здесь я могу пройти. Отлично. Отлично. Здесь я могу пробежать. Да, конечно, пробежать. Уперся в стену. Ну, здесь же нет ничего. Никакой перегородки. Ай, боже мой. Я так рядом уже. Где я могу поспать? Слушай, на самом деле я в следующий раз возьму заточку, наверное. Хотя это отмычка. Так, ребята, ребята. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Побежали. Побежали. Я понял. Ну, они, наверное, не отстают от меня. Они, наверное, не отстают, но я оборачиваться не буду. С двоими я точно не справлюсь. Бегут, что ли? Или отстали? Вроде бы отстали. А, по музыке можно определять. Хорошо, аж голова разболелась, а? Зато быстро добежал. Зато быстро добежал. Ох. Вот же демоны, а? Вот же демоны, да? Накуплю себе револьверов, пуль. Че у меня со здоровьем-то? С жизнью вроде нормально. С усталостью, с голодом проблема прям. Есть нечего. Давай использовать. Подожди, я не сюда, по-моему, стучусь. Нет, в другой дом. Мне надо в другое место. А в какое? Да, я правильно бегу. Какие-то песнопения начались. Сохранялочка. Так, я не знаю ничего. Я просто сохраняюсь и все. Да, женщина, вы подождете. Игра сохранена. Ну и, наверное, под этот бой я скажу вам спасибо, что смотрели. И пока-пока, до новых встреч. Что там дальше предстоит? Бог его знает. Выйти, зайти. Ладно, спасибо. Я думаю, это та, в которую мы и шли. Спасибо, что смотрели. Пока-пока, до новых встреч. Пока.